Всем привет! С вами Нелана Санс и сегодня мы знакомимся с новыми нитками. Это конечно не новинка, но я в первый раз работаю с такими нитками. Называется Alize Puffy. В основном это рекомендуется для детей, пледы вяжут, детскую одежду мягкую очень и игрушки. В общем, такие рекомендации. Всего в мотке только 9 метров, то есть надо рассчитывать на не очень длинную нитку при конструкции игрушки и рассчитывать сколько мотков это будет и какого размера она будет. То есть это будет видимо очень большая игрушка. Итак, что же мы знаем об этой нитке? Она искусственная, но вместе с тем не вызывает раздражение. По крайней мере об этом в этом нас заверяет производитель. Она сто процентов полиэстер и стирать 30 градусов все понятно. Можете вашими мобильными считать код и прочитать больше информации, но это такое дело. Итак, что же с ней можно делать? Самый большой плюс этой нити в том, что ею можно вязать руками, как обычно мы вяжем на спицах. Конечно, не все узоры нам доступны, только чередование лицевых и изнаночных допустим. Сама нитка выглядит вот таким вот образом, то есть петельки. Я так понимаю, что там определенная строчка, видите, нитка вся словно прострочена немного. Принцип вязания прост. Определяем какой ширины нам надо полотно. То есть, что это будет? Шарф это будет, это будет плед, наволочка. В общем, все на что хватит вашей фантазии. Вот мы определили. Допустим, для образца нам хватит и 7 петелек. Сколько здесь? 6-7 петелек. Определили. Поворачиваем и продеваем вот таким вот образом. Просто петелька в петельку. Продевается. Очень мандитативное занятие, приятное. Сенсорные ощущения вообще невероятные. Рекомендую всем. Очень мягкая, нежная, обнимательная нитка. Вот так. И это самое простое, что с ней можно сделать с этой нитью. И первый ряд у нас уже будет провязан. Поворачиваем. То есть, никаких петель подъема, никакого чего. Просто сразу же поворачиваем и точно так же продеваем нити. Только смотрим, чтобы не перекрутились петельки, иначе зазоры у них будут побольше между петлями. Вот такое вот занятие интересное. Я думаю, что мамочки оценят, бабушки тоже оценят. Очень мягкая нить. Гипоаллергенная. Как раз то, чем хочется обнять ребеночка. Вот такой вот мягкой ниточкой, мягким полотном таким. Вот так плотно идет полотно. С изнаночной стороны. Как и у обычных изнаночных. Такие портики с лицевой гладь. Для наглядности сюжета вяжем сюда контрастную нить. Вот таким вот образом. Сиреневая и тут же белая. Можно вязать два ряда сразу. Сиреневая и белая. Просто я хочу, чтобы сразу было видно, как будет выглядеть. Сиреневая и белая. Я просто два ряда делаю сразу одновременно, потому так выходит. Сиреневая и белая. Вот так вы можете наблюдать, как выглядит образец, если его дополнить другой нитью. То есть все равно достаточно плотно и выглядит, в общем-то, как цельная линия. И на этом же примере я научу вас закрывать ряды, когда уже вязание закончено. Если у вас еще осталась нитка на последний ряд, то закрывается он так. Провязали одну петлю, вторую и первую одеваем на вторую. Провязываем обе сразу. Провязали и на эту же петлю одеваем предыдущую. Такая же косичка, как при вязании крючком получается. Сколько у нас здесь еще? Три петельки остались. Провязываем и на эту же петлю одеваем предыдущую. Провязываем, протягиваем и одеваем. Самую последнюю петельку, я думаю, придется все-таки пришить к полотну, поскольку она может распуститься и может распуститься все полотно. В варианте, когда нам нужно просто поиграть цветом, вот это самый хороший вариант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова